Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Минус две школы в Алтайском крае начали массово заболевать вирусными инфекциями. Температура ниже нормы. Барнаульцы замерзают в своих квартирах. В чем причина? Вернуться в мирную жизнь. В Барнауле рассказали, как устроена реабилитация для участников спецоперации. Из-за эпидемии гриппа на Алтае закрыли две школы. Эти образовательные учреждения находятся в Ключевском и Первомайском районах. В них не ходило в школу больше 20% учеников. Частично закрыты классы почти в 70 школах и группы в 145 детских садах края. Такие цифры предоставил региональный Роспотребнадзор. Всего за прошлую неделю в регионе зарегистрировали почти 27 тысяч заболевших. Родители просят внимательно следить за здоровьем детей. Впрочем, болеют и взрослые. Причем их заражение идет большими темпами. В ведомстве также отмечают, что заболеваемость выше средних показателей фиксируют в Барнауле и в Заринске. С 1 января родителям дошкольников придется платить больше. В Алтайском крае вырос размер максимальной платы за детский сад на 35%. И теперь он составляет 2700 рублей, сообщают в краевом правительстве. В каждом муниципальном образовании плата будет рассчитана в зависимости от конкретных условий содержания ребенка. Предыдущий максимальный размер был установлен в 2019 и составлял 2000 рублей. С тех пор расходы на содержание выросли почти вдвое и составляют около 15 тысяч рублей в месяц в городах и 13 тысяч в районах. При этом в других сибирских регионах максимальная плата в разы выше. Меньше из них на данный момент чуть больше 3000 в месяц в Кемеровской области. Компенсационные выплаты семьям в регионе тоже увеличатся, но затронут они далеко не всех. В краях получают около 40% родителей воспитанников детских садов. На первого ребенка 20%, на второго 50%, на третьего и последующих 70%. Мы замерзаем. С такими словами к нам обращаются жильцы Барнаула. И говорят, температура в квартирах 15-18 градусов. Без теплых носков, кофты и штанов не обойтись. А ведь в ближайшие дни обещают крепкий мороз. Дмитрий Дроздов продолжит. Поселок Южный на улице почти минус 30. В квартирах, конечно, не так морозно, но холод в них пробирается. В зоне поражения жильцы домов и воспитанники детских садов. Температура в них от 15 до 19 градусов. Хотя самая минимальная норма 20. Ты приходишь домой с работы, ты снимаешь одежду уличную и переодеваешься. Собственно, опять во все теплое. Надеваешь кофту, надеваешь носки. И только в таком состоянии ты можешь находиться в квартире. Вот даже обои отходят от того, что на улице, когда холодно, здесь промерзает, здесь становится мокро, и они отходят. Это Барнаул, улица Попова. По словам людей, каждую зиму они в буквальном смысле выживают. Как только на улице становится минус, Анна Гавриленко не разрешает детям играть у промерзающей стены. И спят они тоже у стены напротив. На улице тепло, у нас тепло. Сейчас вот обещают опять морозы, но будем опять ходить дома в кофтах, носках. Вот плесень, мы ее подтираем. Обои недавно подклеивали, потому что прям черное все. Вот стена, вот прям, вот прям. Все, 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 все. И вот здесь вот углы. Прям вот это вот все можно вот здесь вот снять. Вот наверху, вот даже уже вот начинает опять чернеть. Внизу вон там вот все. Вы за детей не боитесь, у вас здесь дети будут? Ну а что делать? У меня другого жилья нет. Семья пыталась самостоятельно сохранить тепло в квартирах, но их усилий недостаточно. И мы обратили в сибирскую генерирующую компанию. Нам ответили, что все идет по плану. Источники теплоснабжения работают в надлежащем порядке согласно температурным графикам, задаваемым диспетчерской службой тепловой сети. Температурные параметры теплоносителя выставляются в зависимости от погодных условий и других показателей в целях соблюдения температурного режима в отапливаемых помещениях. В компании пояснили, что снижение температуры в домах часто связано с теплопотерями самого здания, щели в домах, недостаточное утепление или неправильно смонтированные вентиляции. А что касается южного, специалисты ответили следующее. После смены источника теплоснабжения изменилась и работа тепловых узлов. И не все предписания СГК на домах выполнили. Если в вашем доме холодно, в компании советуют направлять жалобу. А еще придется утепляться. В ближайшие дни обещают морозную погоду. Дмитрий Дроздов, Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком. Жители Алтайского края теперь могут переводить средства для бойцов через QR-код. В рамках проекта Народного фронта «Все для победы» около месяца в крае действует своеобразный субсчет. Чтобы поддержать алтайских мобилизованных, а также бойцов на передовой, жители региона уже отправили порядка 500 тысяч рублей. Достаточно просто. На всех сайтах сейчас органов власти, то есть постепенно сейчас появляется эта информация на органах местного самоправления, что им тоже огромное спасибо. У жителей, опять же, Барнаула, Бийска и Рубцовска, Новоалтайска есть на квитанциях тоже QR-код. На вводе QR-код там будет видно, куда идет платеж. Поэтому дополнительная система проверки, она существует, вы увидите, что Народный фронт «За победу», то есть благотворительный фонд, именно на этот субсчет для Алтайского края идет сбор денежных средств. Если QR-код вызывает определенные сложности, у желающих помочь есть возможность сделать это по реквизитам на сайте победа.онф.ру. Пройти ежегодную реабилитацию, оформить выплаты, устроиться на работу. Участникам спецоперации будут помогать адаптироваться к мирной жизни. Такую непростую задачу взял на себя Краевый госпиталь для ветеранов войн. Наша съемочная группа побывала в госпитале. Далее расскажем, как сегодня реабилитируют тех, кто получил серьезное ранение и психологическую травму. Ваша сейчас задача просто расслабиться, закрыть глаза. Здесь хорошо знают, что такое посттравматический синдром, контузия, последствия ранений. Краевой госпиталь для ветеранов войн открылся сразу после Великой Отечественной в 1946-м. Позже здесь начали реабилитировать и ветеранов Афганистана, Чечни, а сегодня еще и участников спецоперации. Совсем недавно пациент прошел лечение в нашем отделении. Он участник боевых действий. И он рассказывал о том, какие он переживал там чувства. Поначалу, когда он поступил в отделение, у него были мощные нарушения от бессонницы, отсутствовал сон. Малейший раздражитель какой-то, да, внешний, вызывал очень высокую реакцию у него. Но постепенно, под действием лечения, его состояние нормализовалось. Каждый год здесь проходит реабилитацию около 6 тысяч человек. В этом году среди пациентов 15 участников спецоперации. Это добровольцы, у которых уже за плечами Афганистан или Чечня. Сегодня участники СВО приказом президента приравнены к ветеранам боевых действий. Теперь они тоже имеют право на восстановительную терапию. В ноябре в госпитале создали координационный центр, в котором будет организована медпомощь участникам спецоперации. Государством принят большой пакет мер по поддержке участников специальной военной операции. И база для реабилитации у нас в Алтайском крае хорошая. Сейчас важно наладить взаимодействие всех структур, которые принимают участие. Это и здравоохранение, это и социальная защита, это и военкоматы, для того, чтобы эта система работала с полной отдачей. То есть нужно подходить индивидуально к каждому случаю. Например, человек, который получил ранение, не проходит реабилитацию. Нужно выяснять, какова причина. В этот центр будет поступать вся информация о тех, кто может нуждаться в помощи. Из больниц, военкомата, соцзащиты. Если они могут вернуться в строй, они пока на сегодняшний день получают лечение в военном госпитале. Если они уже по своему состоянию ранения, состоянию здоровья не могут вернуться в строй, тогда они демобилизуются и они становятся уже нашими пациентами. Сегодня в госпитале пациентам помогают с протезированием, проводят восстановительные операции. Вообще пребывание здесь больше похоже на санаторий, чем на госпиталь. Физиотерапия, гидромассаж, кислородные капсулы, фитобочки, тренажерный зал. Помогают здесь восстанавливать и социальные связи. Ведь иногда участники боевых действий, возвращаясь в мирную жизнь, не могут найти себя в обществе. В госпитале ветеранам объясняют, как составить резюме, чтобы устроиться на работу. Чем отличаются краевые выплаты от федеральных и как их оформить. Из-за того, что есть боевой опыт и у них стратегии поведения именно военные. Я очень много лет работаю и всегда сталкивалась с тем, что ветераны, даже как бы они не выглядели адаптивно, все знающими. Им нужна постоянно такая помощь, такие консультации. Я считаю, что нужна она всем ветеранам боевых действий, вот вообще всем, кто у нас есть. Сейчас в госпитале главная задача, чтобы ни один участник спецоперации не остался без внимания. Ведь даже если ветерану нет и 30 лет, откладывать реабилитацию на потом не стоит. Мы ждем приход молодежи с СВО. Нам необходимо сегодня этой молодежи объяснить правильно и сказать, что ребята вас здесь ждут. Мы готовы помогать вам в возвращении в эту жизнь. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в Барнауле вручали премию имени Геннадия Саковича. Этой наградой отмечают лучших работников, внесших вклад в развитие той или иной отрасли региона. Один из лауреатов – руководитель агрокомпании Дмитрий Беляев. На его предприятии разработали и уже внедрили специальный агрегат для внесения жидких минеральных удобрений. Это агрегат, который зацепляется за трактор, за которым уже подцепляется посевной комплекс, либо почеворабатывающая техника, либо ликвилайзер. Он позволяет ввозить и транспортировать само вещество, дозировать его и выдавать уже непосредственно либо в сошник вместе с посевом, либо в ликвилайзер, в иголки, в внутрепочвенное висение. За истекшие годы мы поставили уже порядка 600 единиц. В этом году мы произвели около 300 единиц. То есть кратно растет производство ежегодно. По словам руководителя, подобной техники отечественного производства почти нет. Все заграничное, поэтому в спросе проблем нет. Эта награда в сфере сельского хозяйства была единственной. Еще трех лауреатов отметили в сфере промышленности. Премию имени Геннадия Соковича в 2019 году учредил Виктор Томенко. Найти выход через код. Такие задачи ставили сотни студентов в Политехническом университете. ВУЗ принимал полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию. Подробнее в сюжете. Нужно, чтобы работала голова прежде всего. Это не просто тыкать на клавиатуре по клавишам. Программирование куда глубже. Сергей Сирьянов еще со школы изучает эту сферу. Много времени потратил на изучение языка кода. Для представления. Например, игра в шахматную партию с компьютером. Мы видим фигуры и доску, а программист по ту сторону. Цифры, знаки, символы. Одним словом код. Он запросто может переписать программу и сделать компьютера непобедимым. Нужно знать и математику, и иметь такое пространственное мышление, чтобы решать различные логические задачи и визуализировать их в голове. Без этого не получится сесть и даже, зная синтаксис языка, что-то решить. Сергей этими качествами обладает. Поэтому и решил вместе со своей командой принять участие в чемпионате мира по программированию. В соперниках 250 команд из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении. Сегодня полуфинал. Алтайский политехнический организовал площадку для 19 команд из ближайших регионов. 12 задач. Каждая задача. Это всегда какая-то легенда, какая-то постановка. Неформальная задача. Где сказано, что есть вот такие-то условия, такие-то данные. Дальше идет формальное описание исходных данных. Исходная информация вот такая, такая, такая в таком-то виде. Вывести вы должны вот в таком-то, таком-то виде. То есть получается он к концу выше, только если первый вопрос оказался последним. И такой же полуфинал параллельно идет в Санкт-Петербурге, Алматах и Ереване. Писать будем на плюсах. Сначала поделим задачи на три части. Прочитаем их. Ну, самую простую, кто найдет, начнет кодить. Что значит писать на плюсах и как кодить? Новичок разбирался бы с этим месяцами. А участники полуфинала должны справиться за пять часов. Быстро и без ошибок решить поставленные задачи. По итогу полуфинала победу и путевку в финал получила команда из Московского физико-технического института. Команда Алтайского политехнического стала девятой на своей площадке. Анастасия Драган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Будет на одну конфетку меньше. В Барнауле показали, как выглядят новогодние подарки от губернатора в этом году. Их получат школьники первых четвертых классов. А это почти 128 тысяч подарков. Подробнее в сюжете. Тонна арахиса, две тонны муки и больше трех тонн молочных продуктов. Подготовка к Новому году идет полным ходом. На этой кондитерской фабрике делают сладкие подарки школьникам первых-четвертых классов. Почти 128 тысяч штук. В этом году на губернаторские новогодние презенты выделили более 32 миллионов рублей. Министерство образования региона очень гордятся упаковкой подарка. Помимо вкусных свежих конфет подготовлены и настольные игры, и информация для развития детей. Здесь у нас и есть QR-код. Это дополненная реальность. Ребята окажутся на странице сказки, которая подготовлена с картинками, с музыкой. Кстати, на фабрике изготовили и специальные конфеты без глютена для ребят больных целиакии. Обязательные условия для всех подарков – конфеты должны быть изготовлены не ранее ноября. Вся продукция проходит лабораторную проверку. Сегодня губернаторский новогодний подарок весит 696 граммов. В этом году будет на одну конфетку меньше. На новогодних подарках тоже отразились изменения на рынке сырья и рост цен. Многие производители нашего сырья просто ушли с рынка. И нам пришлось в экстренном порядке искать им замену, тестировать новые материалы. Мы искали новых поставщиков, искали новые логистические цепочки. Такие же проблемы были с упаковочными материалами. Мы справились с этим, ни на минуту не остановили производство. Завтра на фабрике последний день производства новогодних наборов от губернатора. Дальше подарки поедут в муниципалитеты, чтобы уже в 20-х числах декабря попасть в руки маленьких сладкоежек. Ирина Корчегина, День с толком. Маленькие подарки для больших людей. Жители Барнаульского квартала «Дружный» приготовили новогодние презенты для врачей-педиатров. Организаторы надеются, что добрая акция станет ежегодной традицией. Ее подхватят и другие барнаульцы. Такая пена для ванны здесь есть, крем для рук есть, вот такая банка крема есть. Новогодний набор красоты самым отзывчивым педиатрам. Идея поздравить детских врачей пришла жительнице Барнаула Ирине Фелистовой. Девушка организовала в соцсетях голосование за самых любимых медиков. В последнее время нехватка с медицинским персоналом, особенно с педиатрами. Мне кажется, вот эта поддержка им нужна. Да, не материальная, но моральная. Но она же помогает, когда трудно, тяжело, а тебе скажут доброе слово. И все, ты летаешь, бабочки в животе. С восьми утра и до позднего вечера. Прием в поликлинике и вызовы на дом, а потом еще 24 на 7 на телефоне. Детскому педиатру Светлане Николаевне можно написать, позвонить, проконсультироваться по тому или иному детскому недугу в любое время. За вас проголосовало большое количество мамочек, папочек, за то, что вы очень чудесный доктор. Как вы, приятно? Очень приятно. Даже когда они скажут просто спасибо, это самый главный подарок для меня. А вы знаете, что у вас и дети любят, и родители, получается? Я их сама люблю. Это участок, это мой второй дом. Светлана – один из лидеров опроса, но мамочки активно голосуют и за педиатров своих участков. Помимо наборов красоты, детских врачей ждет главный сюрприз – письма от благодарных маленьких пациентов. Весточки с наилучшими пожеланиями родители добавят в корзинки и подарят народным педиатрам под Новый год. Голосование в Дружном еще идет, а организаторы акции надеются, что перед зимним праздником и другие барнаульцы обязательно поблагодарят своих врачей. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на «23 кнопки» в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...